Я вас всех приветствую! Меня уже не один раз просили зрители рассказать более подробно о своей баронной сцепке. И вот наступила весна, пора бароновать огороды и заодно проведем небольшой осмотр. Сцепка состоит из двух конных баронок, в одной из которых продольные швеллерки пришлось перевернуть с точностью до наоборот, чтобы получилась похожая баронка с противоположной стороны. Зубья в этой сцепке расположены так, что ни один зуб не попадает в чужую соседнюю бороздку. Они расположены друг от друга на расстоянии пяти сантиметров. Вот чтобы было получше видно, я здесь разложил такие планочки возле каждого зуба. Видно, что они расположены ровно через пять сантиметров, друг от друга. Каждый выполняет свою миссию. Здесь вы видите, что планочки расположены на крайней части бароны. А вот на этом участке они расположены посредине баронки. И как видите, тоже все зубья делают только свою бороздку. Ни один зуб на чужую территорию не попадает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Отпустив стопорный болт на валу качения, вертикальный стояк на зиму ложится на баронку и так более удобней хранить ее в зимнее время. Ну а когда пришла весна, берем тот же ключ, отпускаем тот же болт и вертикальный стояк занимает свое вертикальное рабочее положение. Здесь вы видите ограничитель угла качения. Он тоже необходим в такой сцепке, потому что иногда нужно будет подпланировать саму поверхность. А в других случаях, может если сырая почва, может налипать чернозем на одну сторону и может сильно наклонять какую-то часть бароны. Когда идет процесс работы по прямой линии, то этого вообще можно и не замечать. А вот на поворотах, на всякого рода разворотах, когда бывает необходимость назад отъехать, то это очень-очень необходимая вещь. Здесь вы видите, что сам центральный стояк вертикальный, он также не приварен, он свободно снимается с вала качения. Если нужно, необходимо все там смазать, все почистить. Сам вертикальный стояк был взят из гидроцилиндра. Здесь видите, тоже можно отпустить стопорный болт и уложить так для зимней нерабочей обстановки. Сам вал, на котором качается барона, баронная осцепка, крепкий и надежный. Он был взят из нового тракторного пальца для гусениц. Вверху вертикального стояка, вверху вертикального стояка, вверху, вы видите вал с резьбой. Это для дополнительной настройки, для настройки угла атаки самой бароны. Ну и вот уже выезжает из гаража застоявшийся стальной коин и будем к нему подсоединять эту самую баронную сцепку. Субтитры подогнал «Симон»! На переднюю часть мотоблока присоединяется небольшая такая лыжа, опора. Она нужна очень на рыхлом огороде, когда земля еще мягкая, пушистая. И бывает необходимость возникает, чтобы приподнять баронку, почистить. Для этого передняя часть мотоблока необходима опора. Ну а здесь видно, как можно легко поднимать или опускать переднюю часть бароны, то есть менять угол атаки баронной сцепки. Дальше видно, что центр качения выбрал правильно и барона все время возвращается в исходное положение. А вот здесь хочу показать, как правильно был подобран передний и задний баланс. Можно одним пальцем как поднять барону, так и опустить ее. Ну и все, будем от слуг переходить к делу. Выезжаем на огород весенний и будем приступать к работе. Ширина захват баронов. Весна в этом году, конечно, запоздалая. Земля в середине немножко сырая, а сверху чуть-чуть пересохшая. Но отлаживать уже нет времени. Вот на этих замедленных кадрах видно, как мотоблок сильно качает из стороны в сторону. Ну а сама баронная сцепка идет ровно, так как она свободно качается, независимо от наклона мотоблока. Ну а дальше продолжайте смотреть сами, оценивайте, комментируйте, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. А я говорю вам до свидания. Всего вам доброго и хороших урожаев. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok